Ювентус и Милан провернули самый грандиозный обмен этого трансферного окна. Росонери и Бьенконери согласовали сделку по возвращению Леонардо Банучи в Турин и аренде Игуаина в Милан. Банучи вернулся в Юве в обмен на молодого защитника Матиа Кальдару, а Гонсало примерит чернокрасную футболку на год за 18 миллионов евро с последующим возможным выкупом контракта за 36 миллионов. Гол 24 поможет вам разобраться во всех деталях этой сложной сделки. Подпишись на наш канал и не пропускай новые видео. Пиши свой город в комментариях и, возможно, он появится в следующем ролике. Как шли переговоры Все началось в середине июля. Ювентус давно пожалел о трансфере Банучи, а Милан ищет форварда, который будет стабильно забивать хотя бы в серии А, так как Андре Силва и Никола Калинич с этим не справляются. Обмен назревал. Поначалу Дженаро Гатуза говорил, что Милан должен удержать Банучи любой ценой, но все же со временем сдался и признал, что защитник и правда хочет вернуться в Ювентус. Спустя несколько недель стороны пришли к соглашению. Леонардо возвращается в Турин с понижением зарплаты на 2 миллиона евро, будет получать 5 с половиной, а вместо него Милан получает молодого защитника Кальдару и аренду Игуаина за 18 миллионов евро с правом последующего выкупа за 36 с шестью нулями. Притом трансфер мог быть оформлен гораздо раньше. Переговоры затормозились только из-за Гонсала. Аргентинец хотел получать зарплату в 9 миллионов евро в год, в то время как Милан готов был платить 7 с половиной. Спасти помогло выходное пособие от Ювентуса. Типичная итальянская мутная схема, ничего нового. Но к сделке есть несколько вопросов. Нет вопросов только к сайту 1xbet. Отличные коэффициенты, быстрые выводы средств, надежный букмекер. Какие тут могут быть вопросы? Ставь и выигрывай. Ссылка в описании. Как примут Бануччи? И зачем Ювентусу вот такой Леонардо? Разобранный, не встроившийся в Милан и, похоже, оставивший лучшие годы карьеры позади. Но главное, этим переходом Бануччи заставит ненавидеть себя половину Италии. Все знают, что было главной причиной перехода в нашпигованный китайскими юанями Милан год назад. Все помнят, что он провалился, так как не смог привыкнуть к игре с четырьмя защитниками вместо трех. Все вспоминают, как он праздновал гол ворота Ювентуса. И все понимают, почему он сейчас возвращается. Бануччи, которого многие видели капитаном сборной Италии после ухода Буфона, дико зафейлил год назад и не смог с достоинством вынести свою ошибку. Фанаты Милана наверняка поняли бы отъезд облажавшегося капитана в Челси, ПСЖ или Реал. Но возвращение в Турин к извечному сопернику и главному конкуренту в борьбе за Скудетта – это уже перебор. Хотя своим поведением Леонардо давно показал, что вряд ли все это будет проблемой. Ему просто все равно. Почему Ювентус слил Игуаина? Тут все проще, чем кажется на первый взгляд. Да, Игуаины с лишним весом и в 30 лет остаются форвардом мирового уровня. Да, всего два года назад Гонсало брали за 90 миллионов евро и теперь отдают за копейки. Да, даже своими выходами со скамейки он приносил бы огромную пользу. Но, во-первых, Игуаин совсем не подходит под стиль игры Роналду. Юве ждут перемены. Впервые за долгие годы акцент будет смещен на одного игрока, которому в атаке нужен не бомбардир, а человек, который будет максимально помогать ему в подыгрыше. Под такую роль гораздо больше подходит пашущий по 90 минут, а на чемпионате мира и по 120 – Марио Манджукич. Во-вторых, с трансфера Игуаина Юве получит более 50 миллионов евро. Потеря 40 миллионов за два года – не такая уж критичная по меркам современного рынка. Особенно для Ювентуса, готового проворачивать 100-миллионные трансферы. В-третьих, продажа Игуаина, который в любом случае уходил бы на второй план, разгрузила зарплатную ведомость и позволит подтянуть ближе к основе молодых форвардов, готовых прогрессировать. Продажа Игуаина – продуманный и обоснованный шаг. Сам Игуаин мог оказаться в Челси у Маурицо Сари, с которым уже работал в Наполе. Но Гонсало сказал, что в Лондоне в нем был заинтересован только тренер, а в Милане его хотели видеть все. Потому он и принял такое решение. Что будет с Миланом? Милан получает топового форварда, который может, но не будет сжечь в Лиге Чемпионов. А на уровне серии А будет оставаться топом и поборется за лидерство в гонке бомбардиров. У Ювентуса есть топ-форвард Роналду, у Интера – Икарди, у Ромы – Джека, у Лацио и Мобили. У Наполе коллективная слаженная атака с Мертенсом Настрия. На их фоне Калинич, Кутроне и Андре Силва смотрелись клоунами. Игуаин будет забивать, даже в гарантийный талон лезть не надо. Что касается Банучи, его уход не станет проблемой. В схему с четырьмя защитниками он так и не вписался. Лео уже 31. И переход 24-летнего Кальдары, куда лучше адаптированного к системе с четырьмя дефами, принесет больше пользы. Сложная сделка, от которой выигрывают, пожалуй, все. Как только они это делают в Италии. В прошлом видео мы спросили вас. После финального свистка в матче Реала с Ювентусом, в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, у Роналду произошел конфликт на поле с одним из игроков Юве. О ком идет речь? Ответ. Блэс Матюиди. А теперь вопрос. После перехода в Милан, Банучи сравнил себя с другим великим итальянским футболистом, который, как и он, поиграл за Ювентус, Интер и Милан. О ком он говорил? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.